а вот на самом деле снимаешь самом деле для людей так легко более-менее вау мягкий очень мягкий снимается легко можно оставить для красоты и вот тут хоп сняли шок сочи и все смотри-ка клево крутяк ммм какой красивый цвет слушаю it's wine time добрый день всем кто любит вину и всем кто хочет полюбить вину меня зовут Леша Дмитриев и я решил пластить вину всю свою жизнь и мне кажется прекрасная леди которая сидит со мной рядом тоже решила пластить вину всю свою жизнь как ты думаешь да 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 Кристина Ксиниас рядом со мной расскажи немножко о себе многие видели Кристину в эпизоде с Гайей когда она мелькнула на диванчике и не зря приехал к Кристине сегодня привез бутылочку сумасшедшего мне кажется Божоле Моргон 2009 года от Марселя Лапьера ну что немножко о тебе ну немножко о себя ну как с вами зовут Кристина я уже в Украине 18 лет занимаюсь вином и очень люблю вином очень рада что я занимаюсь вином именно в Украине вижу какие разности происходят какие там развития какие люди растут какие там колесей там очень приятно работать и в общем-то у меня компания Далмарт Украина и мы занимаемся вином то есть мы именно у нас как лозунг компания это с вином к вино со страстью passionate about wine сколько ты говоришь 18 лет ты на Украине Далмарту сколько лет Далмарту в этом году исполнилось 18 лет да в этом году 18 лет было 9 июня поэтому совершенно литер мы за это тоже что-нибудь поднимем обязательно 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 я в шоке декантер сумасшедший такой огромный мы решили все-таки перелить его такое вино достойная штука многие говорят что божоле и Кристина не даст соврать что божоле это ерунда что сорта говорят гаме само название по-русски как-то не очень звучит но я всегда уважал вина независимо от региона да то есть пусть это юг Франции какой-то Лангедок пусть это божоле это не Лангедок это вообще конкретно Бургундия я имею ввиду пусть это любой Лангедок не часто ты говоришь в карте скажи там возьми карты киевские да и скажи где там сколько Лангедока присутствует или крутого Баньюльса да то есть или там крутого там Прованса там еще чего-то нет то есть Бурдог, Бургундия, Ризас, Ларова, Долина Рома да и Бургундия тоже остается немножко в тени потому что божоле нво то есть вот мы написали перечеркнулись с Кристиной скажи нво нет нет тоже скажи нво нет нет все таки есть знаешь есть плюс божоле нво знаешь какой чтобы все накидались дешево нет причем тут дешево это то что это праздник это первое вино это как Новый год правильно то есть это вино ты начинаешь пить ты вот ты просто празднуешь праздник что был урожай в этом году 3 четверг ноября все готовятся да и не надо ничего искать божоле нво оно просто fun весело и все и дальше move on следующее ну как само вино да если сравнить понимаешь некоторые вот какие есть профессионалы которые пробуют божоле нво они думают что то есть они чувствуют явно что там много ничего не найдешь да она действительно легкая такое может быть слегка еще там играют у тебя да там она еще ферментивно бьет полагам очень сильно поэтому девушки будьте внимательны мужчины за рулем мужчины за рулем бутылочка выходит легко а потом тяжело встать здесь абсолютно другая ситуация Кристина тоже посмотрела поискала но я поискала потому что мне когда Алексей сказал что будет вот такое вино от марсель на пьер и думаю надо узнать кто такой марсель на пьер и почему вино ему стоит 60 баксов да ну 60 баксов да в штатов стоит это вино то есть это будет мне уже поразило ну вообще оказывается что он входил в такую гамма форг группа четырех да то есть то есть их четверть череда жан фойяр гибритон жан пау твене и марсель лапер они входили вот они верили в то что должно быть натуральный винный процесс да то есть это значит что не должны быть там синтетические гербициды должно быть очень старые виноградники сколько лет этим виноградникам 45 45 лет лет виноградникам это исключительно в маргон когда еще в школе в Сомелье я помню мы читали просто теорию нам рассказывали что есть там десять крюк бажоле да и маргон, мулейнаван и Сент-Амур это одни из самых таких вот серьезных и ну да и они все дужно можно больше выдерживать потому что в основном бажоле ты же долго не выдерживаешь правильно может быть два-три года, два-три года максимум, мулейнаван можно до десятилетных ну да, мне кажется этот маргон 9 год был уникальный в Франции вообще урожай 2009 для Бургонди мне кажется там вот многих вот в Европа, Европа как-то такой прошелся теплый бриз да, 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 ну вообще для Бургонди они считают что это ну просто один из самых таких великих ну так что они еще верят, верят что надо поздный урожай собирать надо вот выбирать самые вот там здоровые виноградники вот СО2 сера надо минимально или вообще не добавлять и никаких штатализаций, и никакой фильтрации тут есть сульфиды, кстати, наш у нас есть алкоголь ну тут оно должно быть, потому что это в ШАЛО ты не поверишь, четырадцать с половиной ну, 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 давай уже пробовать четырадцать с половиной я в шок надеюсь, что мы сейчас... здесь мой интересный аппарон он, к сожалению, умер в прошлом году это да, это к сожалению поэтому мы поздно его нашли так что праздник обменяется у нас по поводу восемнадцатилетия нет, никакой дай, дай, кортонный производитель вот ну что, начнем? будем оценивать цвет? давай цвет у нас, у тебя, вон, белая бумажка есть очень? я наклоняю Nouveau я Норман, Норман ну, такой то есть... ну, очень насыщенный как бы мне для башня для башня гораздо для гаме, да для сорта ну, в общем, такой вот уже светлый вот это абад... как у вас русский? rim rim, это ореол ореол, такой светленький но не прозрачный, да? нет то есть оно такое плотное, плотное ядро такое присутствует и больше рубиновых, фиолетовых отельков, да? да, 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 да то есть еще молодой, молодой ну, башня, ну, например, будет вообще фиолетовая ну, будет пурпурный, да пурпурный ну, симпатичный тебе, красивый давай оцениваем аромат давай бокальчики нельзя, мы тоже взяли такие, да? по идее форма для тренуара, да? да, это бургундский бокал, шпигелар, там для башня, знаешь, ты видишь, что идет там бакальчик и рибельевский, там есть серия там, где он немножко вот такой вот, да? ааа, ну, типа, как этот старый бургунд где делают там ну, вообще во Франции там маленький зелененький пластмассовый, да? они вот по прочим, я думаю, чем мы окей, давай понюхаем ну, ты хоть убей меня, я в слепой дегустации я бы в жизни не сказала шошеками никогда вот, слушай, тут такие что у нас есть? какие-то фиалка есть, да, по-моему? фиалка есть пряность есть пряность, даже не потому что у нас есть колбаска, да? вот оно ощущается, да? вот это у меня что-то, знаешь, такое необычное такое, как так цитрус, но такие вот, знаешь, вот какой-то красный апельсин такой цицилийский? да какой-то вот такой сочный, солнечный и вот такие вот там ну, такой вот, как они называются типа как гориги, да? то есть вот лангедоки вот эти всякие пряности, там лаванды мне кажется, вот здесь очень много то есть пряност, да? и какие-то вот черные ягоды я тоже не могу уловить конкретное что там там ежевинка или красная черная смородина сто процентов ему еще дышать и дышать то есть явно, знаешь, отлично, мне кажется, тоже инвестиция, да? ну, очень положить в погреб и пусть он себя там зреет но мы сейчас его открыли, потому что очень хотелось вот это вот очень интересный вопрос да надо узнать у них другие вина сколько они удерживают находи, покупай и положим найдем кэрмит да кэрмит линч в Америке для тех, кто в Америке ищите кэрмит линч ищите кэрмит линч он сумасшедший ну, слушай, такие вообще слоя, да? то есть просто вот идёт, идёт нереально я на слепой бы тоже никогда в жизни сказал, что это простое гамме для тех, кто скептически до сих пор еще относится к этому сорту мне кажется, ему есть что показать на хороших, крутых участках ну, есть у него шоу такие аспекты носа бургундии, да? ну, по цвету сразу его отметаешь я хотел сказать, что тут немножко животных оттенков знаешь, как в мануарах но мне кажется, такие цветы из-за колбаски честно не-е-е не, ну, только колбаску я подвигаю ну Миша, попробуем? попробуем, давай ты рядом здесь только, да, живёт? да, нет, животные конкретно есть там мясо такое даже сырое чуть-чуть сплевывать не будем, да? нет, ну, некуда ну, полный надо мне черепанки там я только иду помыла окей ммм красивый мой он просто, вы знаете, как идёт атака, а потом он всё нёбо и язык поплатывает и не дашь что-то с половиной алкоголя не ставишь скажи и потом бум в конце классное такое сочное, тонильный нежнейший вау боже, forever ну, это вообще, это просто бомба мне кажется жалко, что в Украине его нету ещё может быть, Кристина заведёт Марселя, нет? может пойти такие? слушай, вот мне нравится вот я тебе скажу сложности ты знаешь, это работа иностранная мы когда-то давным-давно привозили и боже ли, боже ли, вилляш, понятно, привозим ну, и 10 Крю привозили тоже я в Улипском продавали, да мы что-то привозили, но она смотрела как вообще а что это такое, зачем это а потом объяснить разницу и кто не хочет с этим работать ну, очень хочется эти Крю, они просто, ну, каждый свой это сумасшедшая вещь я увидел, то есть, в Америке давно уже прониклись и нельзя, мы его из Америки притащили да спасибо Егору, который помог мне все это привести я перебью тебя слушай, я вспомнила я-то читала, что в Маргоне вот если хороший Маргон там какое-то свойство носа это колбадос я что-то я что-то ну да, как это там мне хватило, что вот такой уэф такого пошло сейчас ну, не знаю не есть хочется я почти пирог не, ну, короче, это крутяк можно, и тут надо кушать ну, это просто ну, то есть, вино сколько ты по 100 балла и сколько ты бы дал ему баллов? я я я бы за 90 балл я точно не буду мне кажется я бы даже в восторге этого если бы я знала, что это я бы в восторге даю 100 я бы сейчас ну, нет я бы, я бы дал честно 90, не знаю 3 балла честно мне кажется это чуть ли не самое там немного это просто доказывает то, что о чем мы говорим понимаешь, это вот если ты делаешь слепую, ты делаешь одну оценку да и мы делаем, мы знаем сознательно что это ну, где это у нас есть это бздык, да что в общем-то, боже, лея она не может быть такой да то есть, у нас изначально мы подошли на дегустацию с таким а ну, так, вау просто наоборот всего да то же самое, когда ты даешь типа украинскую вину на слепую дегустировать они, оказывается, нравятся всем вот так это то же самое окей 93 мне кажется too much но 90 балл я бы дал вот я за счет подумал а чего хорошо за что ты отнял 3 мне кажется просто не столько он будет выдержаться долго последние 10 баллов да вот это интересно дают за вытяжку да то есть, если, например, я не знаю там, Роберт Паркер, который многие ему верят многие относятся скептически, да но вот он бывают такие вина, да которым он дает там 95-96 ты пробуешь когда у них идет он, например, дегустация да я честно еще я даже не дорос до того уровня там и может когда мне будет 50 лет я приеду, попробую с бочки потому что там такая структура да поймешь, что через 20 лет будет такое для меня 10 человек ты понимаешь, что там будет через 20 лет I mean, you have to taste the wine at least for 30 years да поэтому ну да, с выдержкой здесь, конечно ну я думаю, больше 10 лет мне мне кажется чуть меньше но все равно не очень круто для пожалея мне кажется ну это для украсить любую винную карту и люди, которые какие-то там искушенные бургундии, да да найдут эту позицию и просто оно уже сейчас сочное конечно меняется слушай давай попробуем у тебя вот нельзя какие-то есть вкусняшки бри, рокфор виброфор да финн криспе крутая ты любишь финн криспе я обожаю у них так мы их живем на них вообще я сама обычная там же есть и колбаска колбаска попробую дарьянская говоришь, да ну да, сурей но не было божжулейской колбаски ты была в Бургундии не раз? не раз, у нас не раз не была? нет, не раз не раз не раз там, насколько я читаю про праздник божжале да то есть везде напишут, что они там чуть ли не по велосками огромными едут там по улицам там мясные изделья все за них бегают это правда? я бегаю с ними и изделью что-то там то есть это наверное полот старый какой-то был лет пятьдесят назад когда они делали какие-то там местные изделия в каждом доме на какую-то там повозочку еду там метр в божжале это правда? да, я думаю, что да это еще есть я не видела лично но я видела, что это еще есть да обычно просто на праздник божжале ты в Киеве ну на самом деле на праздник божжале во Франции кроме божжале я не думаю что-то происходит ну это бисстро какой-нибудь там быстренько налили что-то попили опять-таки попраздновали просто вот вау! совершилось первое урожай и пошли себе, да? и пошли себе дальше мне кажется, что все-таки из Бордо и даже многие из Бургундии скептически относятся знаешь? конечно, знаешь как у меня один великий человек из Божжале говорит что когда ты пьешь пьешь в Бургундии тебе надо снять галстук на скейте в поле пьешь там счастье такое и у тебя молодая такая девушка типа любовница ну не любовница ты просто флиртуешь когда ты пьешь в Бургундии тебе одеваешь галстук костюмчик и у тебя как бы так молодая там любовница своя абордон тебе надо уже бабочку одевать очень серьезно и обязательно женой это крутая история это крутая история это с точки зрения человека из Божжале я не знаю с точки зрения мне кажется я согласен с этой точкой зрения очень интересно слушай, слава богу, что вино разное согласен, как тебе с колбаской ты попробовала? да еще? ничего ну она как раз с рокфорой это отпадает с этим вином она даже больше копчено становится очень интересно вино подчеркиваешь копчено вообще на языке просто шикарная вещь я попробую сейчас еще с бри ой с бри ну с бри да попробуем потому что с рокфор я боюсь еще прям это молодой бри я не взяла выдержу наверное тоже неплохо ты знаешь тоже мне кажется неплохо интересно крутяк я читал что бри или каунгбер можно заменять например смерло или сера вот такими сортами да не сильно тонильными может быть ну это потому что здесь вот это вот это вот это ну тогда хочется знаешь какую-нибудь курицу вот такой в кастрюле там тушеная с грибочками с ручком с картошечкой да то есть не какой-то не сыщеный не хочется стейк какого-то более такой свежий может быть белый мясо индейка да даже не надо никаких пряностей добавлять ты помнишь что мы в конце задаем вопрос ты была не готова да не ну не готова пусть тебя черепашки нашепят не знаю то есть мы в конце все время задаем вопрос какой-то может быть связан с вином может быть связан с едой может быть со спортом то есть что тебя беспокоит не знаю ты занимаешься все-таки вином в Украине может быть есть какие-то штуки как ты сильно переживаешь почему там мы не понимаем например вина такого-то региона да почему там вот хочется тебе что-то представить в Украине да может быть вот такая да просто вот так вот значит ребятки мне вот интересует вопрос по немецким винам по немецким да да по немецким винам что нравится из немецких вин и почему то есть и ну давайте вот без вот как она по-русски да молоко любимой матери да это все либо мы их не обсуждаем хорошо потому что это понятно но какие другие вина из Германии любите пробовали или хотели бы видеть в Украине но их нету то есть меня беспокоит сейчас в Германии я как бы так интересуюсь я не говорю про греется я могу долго прогреть все говорить греется шикарная тема но я пробовала такой белый недавно на дегустации греческих вин ты была в Хаяте не? да в 26-м году ну вот ну вот там был один белый как называлась? не помнишь? да называлась там белая там это было 40% ассертико и 60% не-не-не-не это какое-то ох я библио что-то такое библиохора я в восторге это было просто нечто это бомбическое вино я зашла на сайт они все хотят на экспорт я зашла на ихайт и все на греческом очень такой тонко да? тонко не знаю окей вопрос был про вина немецкий тоже согласен что немецкие вина как и великие там бажолешки не сильно представлены в карте нет у нас ты знаешь мне кажется тоже может быть проблема от себя добавлю что очень сложная этикетка вот вот тоже я читал что отталкивает если у тебя берешь бутылку чили Мерло, Кабернет у кого-то все а там название самого виноградника да? понять там кабинет шпатлезе ауслезе вся классификация чуть-чуть немцы конечно не они в законе вина 71 года они себя конечно много застрелили но зато у нас есть умные которые как бы могут это забрить и привести людям окей шикарный вопрос что вам нравится из Германии что бы вы хотели видеть и как вы думаете может быть от себя почему она не настолько популярна до сих пор в Украине спасибо Кристина огромное спасибо тебе большое это была мне кажется очень вкусная дегустация да и ее вскрытие еще для меня думаю для тебя тоже да это стопудом спасибо большое для вас фамилия Ксения нет Ксения 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 я не ксения я не вориа ксения ты не знаешь Ксения да Кристина Ксения Субтитры сделал DimaTorzok